В Казани идет подготовка к празднованию 71-й годовщины Великой Победы. С 20 апреля по 9 мая в честь Дня Победы запланированы десятки спортивных и культурных мероприятий, торжественных обедов и встреч. Педагоги КФУ приняли участие в самой представительной конференции мира по образованию. С 8 по 12 апреля в Вашингтоне прошла 100-я юбилейная конференция Американской Ассоциации Исследований в Образовании. В набережных Челнах пройдет форум иностранных студентов. К участию в форуме приглашены 100 студентов из 11 стран, обучающихся в образовательных организациях Автограда. Казанский «Зенит» выиграл Лигу чемпионов. В финале Евро-турнира казанцы играли с итальянской командой Трентино. Музей-заповеднику «Казанский Кремль» передадут японский репринт казанского издания Корана. Токийский репринт 1934 года является первым печатным Кораном, изданным в Японии. Пловец Поволжской Академии Спорта Александр Красных отобрался на Олимпиаду в Рио. На чемпионате России по плаванию он быстрее всех преодолел дистанцию 400 метров вольным стилем. Дожди и грозы прогнозируют синоптики Татарстана. В Казани также ожидается облачная погода с прояснениями. 22 апреля пройдет всероссийская акция «Библионочь-2016». В этом году к акции присоединится также научная библиотека имени Лобачевского КФУ. Высшая школа ИТИСКФУ совместно с компанией «Самсунг» проведет хакатон «Портрет покупателя. Демографическое профилирование». Хакатон запланирован на 19-20 апреля. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Продолжение следует...